В Иркутске продолжается расследование уголовных дел, фигуранткой которых стала директор студенческого городка одного из вузов. Ранее ее задержали за незаконную сдачу комнат общежитий за наличные. Тогда сумму ущерба университету оценили в миллион триста тысяч. Сейчас оперативники установили новые эпизоды. Теперь 58-летнюю женщину подозревают в мошенничестве на сумму почти в 17 миллионов. Подозреваемая не только нелегально сдавала комнаты, но еще и занималась фиктивным трудоустройством. Причем много лет с 2006 по 2023 годы. Женщина якобы нанимала в общежитие подсобных рабочих, но по факту это были мертвые души, а вот их зарплата реальной. Обвиняемая присваивала деньги себе. Всего она получила 16 миллионов 800 тысяч рублей. Возбуждено 8 новых уголовных дел по статье мошенничества. Их объединили в одно производство с предыдущим делом за превышение должностных полномочий. Полицейские не исключают, что это еще не все преступные факты. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. В общежитиях, служебных кабинетах подозреваемой и ее сотрудников, а также по месту жительства женщины, транспортными полицейскими во взаимодействии СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, документация, а также автомашина женщины. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности женщины, а также иных причастных к преступлению лиц.